У всех остальных объектов рука также поворачивается, потому что объекты instances, которые лежат теперь вот в этом ноль объекте, они создают просто сами по себе ссылку на наш первоначальный объект. Если мы зайдем в свойства instances и нажмем здесь clear, то у нас пропадает наш объект. Если мы в это же место помещаем наш объект хозяин, скажем так, то наши ссылки вновь возвращаются. Редактируя главный хозяин объект, мы можем все остальные его ссылки подвергать тому же редактированию. Очень удобно при работе с большим количеством объектов, когда необходимо, чтобы один объект был во множестве распределен по сцене и при этом не нагружал процессор и память. Все объекты физически присутствуют только при присутствии объекта хозяина. Сейчас давайте добавим к нашей сцене объект куб, для примера. Создадим его копию, с контролом перенесем и раздвинем два объекта куба. Я их выделю вновь. Преобразуем в редактируемое состояние. Выберем режим правки полигонов и выделим полигон у этого куба и с шифтом у этого кубика. В меню структура выберем инструмент Bridge и проведем соединение двух этих выделенных полигонов. У нас получается вот такая общая фигура. Но после объединения у нас в менеджере объектов остаются два куба. Как их объединить в один? Объединение различных полигональных объектов в один происходит с помощью команды Connect. Жмем Connect и у нас получается, если мы удалим эти два объекта, у нас получается один общий объект, соединенный из двух кубов. Если мы отменим действие обратно и выберем функцию Connect and Delete, то у нас объекты оригинала удаляются и остается только один объединенный объект. Как работает функция CurrentStateToObject?